Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день» и рада, что у нас новый день и новая возможность, а с каждым днем и каждым утром милость Божья обновляется, и Он бодрствует над Словом Своим, чтобы в точности Его исполнять. И у нас с вами есть необходимость самим знать, а какое же Слово Бог предназначил для этого дня, какие у Него есть возможности и ресурсы для грядущих наших событий жизни. И поэтому каждый раз, когда мы прикасаемся к чему-то новому, посланию Божьему, то надо понимать, может быть, тебе лично в данный момент кажется это не актуально, потому что у тебя все хорошо, но Господь нас же готовит сам к событиям, которые мы не всегда можем предузнать или предполагать, и поэтому Он показывает нам, как сам Бог руководил жизнью Давида и взращивал его. И поэтому, просматривая его взглядом со стороны Давида, мы можем и себя где-то ставить на его место, чтобы понять, а как бы я себя повел, какие бы я сделал выводы, решения, и стал бы обращаться к Богу, либо в самый последний момент это сделал, потому что сначала попробовал все свои ресурсы. И как часто люди напоследок оставляют Бога, а лучше начинать любое дело и любую ситуацию с Ним. И поэтому сегодня у нас 20 стих 68-го псалма. «Ты знаешь, поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою». Поэтому стыд, посрамление, поношение, какие неприятные состояния описывает Давид в этом стихе. Но ведь тогда, когда человек начинает ощущать стыд, что происходит? Это кто-то его унижает прилюдно, либо что-то делает такое, что не свойственно для человека нормального, да, или там тем более позицию, кто имеет во власти находясь. Поэтому здесь мы можем очень понять Давида, что у него уже авторитет, у него уже влияние, даже если он еще не на царстве был, потому что мы не знаем, в какой именно момент этот псалом был написан в его жизни, но все равно его уже в царстве хорошо знали еще юноши, еще даже подросткам, когда он убил Голиафа. И о нем уже все говорили, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, несмотря на то, что он еще не был воином полноценно уже состоявшимся. Но тем более, когда он шел по жизни дальше, у него уже много результатов, у него много известности, и при всем этом кто-то пытается его сейчас унижать. Посмотрите, как это часто бывает. Пока человек неизвестен, пока он малозначим, то о нем мало говорят, и в общем-то он никому не интересен. Но как только стоит занять какую-то позицию, начинают говорить все. И достают и одно, и второе, как аргументы положительные, так и отрицательные. И те, которые заинтересованы в уничижении этого человека по разным причинам. У кого зависть, у кого конкуренция, у кого какие-то свои амбиции, и тогда начинает уже совершать этот разбор по полочкам личности, которая до сих пор не была никому интересна. И другим людям с негативным мышлением также. Но как только человек вышел на какую-то позицию влияния престола, сразу очень становится интересен для судов, обсуждений и унижений. Ничего нового нет под солнцем. Сегодня все те же самые моменты мы можем наблюдать и в своей жизни, в жизни окружающих людей. Но Давид интересно в данном случае говорит, но ты-то знаешь все мои поношения. Ты знаешь весь стыд. То есть все перед тобой происходит. Поэтому, друзья, тогда, когда нам кажется, что кто-то нас сейчас фокус взял и начинает унижать и обсуждать, или еще более того, оскорблять или ложь распространять, все это происходит перед Божьим взором. Поэтому давайте мы сейчас передадим Богу все, что пытались нам навязать. И стыд, и позор, и поношение. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что каждый из нас ходит перед Тобой. И Тебе не все равно, что мы чувствуем, что мы переживаем, и какие события в нашу жизнь приходят. Потому что Ты нас взвешиваешь. И не только нас, но и тех, которые нас пытаются обсуждать и каким-то образом унижать. Но я благодарю Тебя, Иисус, что наше достоинство, оно не от человеческих взглядов на нас. Оно не от того, что люди о нас думают или произносят, а от того, насколько мы находимся и продолжаем находиться в центре Твоей воли, в эпицентре Твоих определений о нас. Вот здесь помоги остаться твердым и непоколебимым. И сохрани нас от человеческих ресурсов, которые могут стаскивать на обочину. Отдай нам всегда уповать на Тебя, и Твой ресурс никогда не иссякнет. Потому что Ты источник жизни, Ты источник света, Ты источник мудрости, Ты источник победы. И потому принимаем от Тебя открытым этот источник в свою жизнь. А Ты разберись с остальными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok